Приветствую всех заглянувших любителей дауншифтинга. И всех тех, кому так же грустно смотреть на брайканутые ноутбуки, как и мне. Знаете, ноутбуки типа такого всегда приятно иметь в своих стратегических запасах. И из-за этого ещё печальнее наблюдать, в каких состояниях они порой оказываются. Это ноутбук Packard Bell TJ67. И информации в нете о нём гораздо меньше, чем хотелось бы. А всё дело в платформе с GV50, на которой подобные TJ выходили десятками. Но маркировка его по важности сейчас на последнем месте. На первом, как обычно, состояние. А именно, насколько оно здесь ужасно. Так-то и внешне в состоянии он не лучшим. Особенно если обратить внимание на то, как брутально умудрялся разбираться. Под крышкой же у него состояние чуточку лучше. Клавиатура, во всяком случае, полная, да и корпус целый. Но как дело дойдёт до запуска, мы сразу поймём, на каком днище жизни оказался этот ноут. Именно в таком состоянии его матрица и пребывает. И, как назло, это одна из тех самых матриц, которые не так часто встречаются в донорах. В моих брейканутых запасах уже пять ноутбуков ждут себе такую матрицу. И этот Packard Bell теперь благополучно их дополняет. Вопрос лишь в том, заслуживает ли он себе её. И здесь уж достаточно посмотреть на его характеристики, чтобы убедиться или разубедиться в этом. Под капотом у него двухъядерный процессор, судя по всему, на сокете M. Интеловское, встроенное в чипсет видео. Поддержка 4 ГБ DDR2 оперативы. И, конечно же, недоисторический год выхода. 2009. По меркам вторички, и исходя из его хотя бы среднего состояния, стоит такой Packard Bell может тысячи три. В лучшем случае четыре. И вот здесь начинаются загвоздки. Ибо на Алишке та же матрица для него стоит уже трёшку. По большому счёту, это единственное вложение. Но стоит ли этот фантомный профит свечи, вопрос открытый. И, как минимум, прошлые владельцы с этой темы благополучно соскочили. Отдав его, судя по всему, в какую-то мастерскую за бесценок. Откуда его уже благополучно выцепил деятель с канала Перекуп Ноутбуков. И за этот, и за прочие ноутбучные брейки, спасибо можно сказать именно ему. На его канале по ссылке в описании. Справедливости ради, у меня это тоже не первый претендент на замену матрицы. Такой тип дисплея там ждут модели и поновее, и помощнее. Так что, дабы победить в этих голодных играх за будущую матрицу, этому по картбеллу следует показать себя с лучшей стороны. Вот и давайте взглянем, чем этот офисный двухъядерник 2009-го сможет нас поразить. Начнём с того, что разбирается он не очень удобно. И свои эффекты это дало. Корпус растрескан в самых неожиданных местах. Но, к счастью, на общую конструкцию это не влияет. Дабы вы понимали, насколько тяжко его было разобрать прошлым владельцам, обратите внимание на этот дисковод. Вернее, то, что от него осталось. Впервые вижу, чтобы лоток дисковода выдирали с корнями. Но здесь это именно тот случай. Причём выламывали его настолько брутально, что кусок корпуса остался у того самого мастера-ломастера, который этим ноутом и занимался. Вообще, эта штука могла быть неплохим кейсом для SSD-шника, если бы там внутри не оставались куски дисковода. Так или иначе, для моих дауншифтерных нужд этому ноутбуку дисковод понадобится. Ну, хотя бы по части их донорства у моего склада проблем нет. Также ему есть, что предложить по части оперативы. Двух гиговых плашек типа DDR2 у меня с запасом. Так что всё, что этот ноутбук может взять, он получит. Процессор же здесь менять не обязательно. Хоть сменных проциков под M-сокет у меня хватает, лучше оставить их для чего посолиднее, например, с дискретным видео. Компоновка же платы этого ноутбука достаточно интересная, исходя из платформы, которая озвучивалась чуть раньше. Как можете заметить, очень много места используется не по назначению. Но конкретно эта плата раз и навсегда даёт понять, что перед нами именно офисный ноутбук. Огромное пространство ничем не используется и даже не распаяно, а также разметка для отдельного видеочипа и отдельной видеопамяти. Испаяны они отсюда не были совершенно точным. Как минимум, здешний охлад на них не распространялся. Так что гарантирую, их здесь не было с рождения. Если опускать вопрос эргономичности, использовать одну и ту же платформу совершенно везде довольно удобно. Как минимум, с донорством проблем не будет. С негативной стороны, под них не подходит практически ничего с других ноутов. Ни охлады, ни клавиатуры, ни заглушки. Так что и чинить их может быть сложно. Но мой, к счастью, в нужных местах остался цел. А сейчас можно даже сказать «Ого-го!». Я удивлен, что ноутбук до этого времени держался молодцом. Как видите, охлад моста на нем толком и не лежал. Зато термопаста довольно свежая. По идее, тут термопрослойка должна лежать. Но куда-то она после прошлой разборки делать. Видимо, туда же, куда и большая часть дисковода. В этих случаях можно использовать медную пластинку, обмазанную термопастой. Но у меня, к счастью, замена этой прослойки есть. А высохшую термуху на проце заменить можно свеженькой, но немного бэушной. Обожаю, когда очередной мастер-ламастер намазывает на какой-то проц целый пирог. Термопасты, что там остается, хватает на все дальнейшие обслуживания. Так что и вот очередная демонстрация того, насколько техника сама подбрасывает материалы, с которыми можно работать. Итого, весь охлад обслужен и можно двигаться выше. А именно, снять нафиг всю разбитую матрицу. Ее все равно не починить ничем и никак. Она просто занимает место и жрет электричество. Сам по себе дисплей не то чтобы редкий. Может, где похожий получится найти. И еще больше хочется верить, что существуют матовые версии. А с восстановленным дисководом уже хотя бы у корпуса проблем будет меньше. Некоторые сколы и отсутствие всех крышек на заднице, конечно, создают дырки. Но всех их можно залатать 3D принтером. Так что, как обычно, основные вопросы остаются к работоспособности железа ноута. А оно и ранее уже успело показать себя с рабочей стороны. По части жесткого диска сюда будет пущен вот такой SSD-шник. Не просто потому, что SSD круто, а еще и то, что на нем стоит десятка, а этот ноутбук спокойно ее тянет. Так что 2 ядра, 4 гига, SSD-шка с десяткой и встроенное видео уже готовы. И теперь при подключении к вашему Монику, тем самым офисным компом это и становится. На всем этом железе без проблем можно серфить интернет. Причем не только текстовую информацию искать, но и с видео, и с мультимедией у этого ноутбука проблем там быть не должно. Но за свои интернетные посиделки поручиться могу точно. Уже не раз проверяя его, накатывая что-то на диск и просто ремонтируя, параллельно запускал на нем видео. Или какую-нибудь музяку, дабы работать было лучше. Довольно удобно, знаете ли, и место главное он занимает немного. А его клавиатура с тачпадом сразу превращается в этакий экспериментальный манипулятор. То есть и клава, и мышь у вас как бы сразу под рукой. Можете пользоваться прямо с ходу, ничего дополнительного подключать не нужно. А USB-шных подключалок у этого по картмелла, между прочим, хватает. Аж 4 штуки. Что позволяет и мышь при необходимости подключить и внешнюю сетевую, и флешку, чтобы что-то скидывать, и флешку, чтобы что-то принимать. И даже заряжать телефон места хватит. В общем, по части офисной работы, что с матрицей, что без, справляется он очень уверенно. Здесь он ничуть не уступит стационарнику с похожими параметрами. Да и я лично редко наблюдаю, чтобы на 775 Core 2 Duo с 4 гигами DDR2 засовывали десятку. Здесь же она очень органично вписалась. Но когда после тяжелого рабочего дня, наконец придет идея еще и поиграть на этом ноуте, вот здесь уже будет ждать облом. Какую-то классику нулевых он само собой потянет. Но как дело дойдет до современных игр, пытающихся быть классикой, вот здесь уже с производительностью начнутся серьезные проблемы. Встроенное видео 2009-го не вытягивает игры 2009-го даже с графикой ниже плинтуса. И для игролюбителей это уже будет серьезным косяком. Те же ежедневки в ваших любимых китайских гринделках здесь уже не выполнить. Тот же Genshin, между прочим, даже не запустился. Итого, в суммарном итоге, перед нами предстает достаточно неплохой ноутбук. Но неплохой он лишь для людей, занятых делом. И делом как можно далеким от игр и мультимедии. Если на этом ноуте и можно какие-нибудь видики помонтировать, скажем, зарендерить их уже здесь не удастся. Или может удастся в 10 раз дольше, чем вы это обычно делаете. Да и скринкастить игры тоже не вариант. Достаточно лишь посмотреть, как они здесь работают. В самых недружелюбных ситуациях такая модель может быть очень востребована. Например, если вам параллельный комп на работе нужен. Или комп в расход, через который вы готовы флешки с вирусами гонять. Ну, в крайнем случае, не приносить постоянно комп на работу. А просто оставлять подобного подранка там. Вряд ли на него покусятся. Достаточно лишь поднять крышку, чтобы принять то, что поживиться-то на нем не выйдет. И в рамках прямой работы с интернетом или документами он так и останется незаменимым. И в моем случае этот пакард себя все же показал. Исключительно с офисной стороны. Если свою матрицу он и заслужит, то только для перепродажи. А в своем безжалостном дауншифтинге я, к счастью, использую что получше. Так что спасибо за внимание и надеюсь было интересно. Выбирайте лучшее, друзья. И до скорого.